Хей! Всем привет! Очень рада видеть вас на своем канале. А хотите узнать о том, как получить стипендию на обучение в Китае? Если да, то продолжайте смотреть это видео. В этом видео я расскажу вам внимание только о получении стипендии с CSC и мой личный опыт. Что же значит стипендия с CSC? Бесплатное обучение в университете Китая. Бесплатное проживание в общежитии этого университета. А также каждый месяц университет вам выплачивает какую-то сумму в зависимости от того, где вы учитесь. Если вы учитесь на бакалавриате, то это сумма 2500 юаней. Если вы учитесь на языковых курсах, либо же в магистратуре, это сумма 3000 юаней. Если вы учитесь на докторантуре, то это сумма 3500 юаней. Достаточно неплохие деньги для проживания в Китае. Шаг 1. Вы должны определиться со специальностью и с вузом. Как же это сделать? Нужно перейти по сайту, который я предоставила в ниже. В нем перечислены все вузы, которые предоставляют стипендию на обучение в Китае. На сайте вуза найти вкладку «Гранты». После этого перейти «Стипендия правительства Китая» либо «Стипендия CSC», «Грант CSC» и что-то подобное. И посмотреть, какие условия нужны для того, чтобы получить стипендию CSC. Что же мы делаем дальше? А дальше шаг второй. Вам нужно перейти по сайту www.staryinchina.csc.edu.cn и зарегистрироваться. После регистрации вам нужно заполнить анкету. В анкете нужно будет указать, на какой вид стипендии CSC вы претендуете. Обычно выбирают между типом A и типом B. Чтобы выбрать тип A, вам нужно выбрать «Program category type A». Этот тип означает то, что вы получаете стипендию через посольство КНР в вашей стране. Каждый год правительство Китая выделяет какое-то определенное количество стипендий в стране. Для того, чтобы получить грант этого вида, во-первых, вам нужно записаться на прием либо связаться с представительством посольства КНР в вашей стране, а желательно отдела по образованию. И после этого они вам расскажут, что нужно делать дальше. Если вас запишут на прием, допустим, к аташе по образованию, вам нужно рассказать ему то, как сильно вы хотите учиться в Китае, мотив этого поступка. И после этого он может решить, предоставить вам эту стипендию, либо нет. Если он предоставляет вашу стипендию, это уже 95% того, что вы будете учиться в Китае. И да, маленький лайфхак. Если вы получаете стипендию типа А и собираетесь поступать в один из самых престижных вузов Китая, например, Фуданни университет, либо Чжэдян университет, Бэйдин университет и так далее, Нандин университет, в топ-5, топ-10, желательно вам выбрать всего лишь один университет. Анкета позволит вам выбрать три университета, но если вы выберете один, то значит ВУЗ вас рассмотрит. Ходят слухи, что если вы выбираете каких-нибудь три университета, либо два, и первым пишете, допустим, Фудань, он просто не рассмотрит вашу заявку, так как подумает, что вы не так сильно заинтересованы именно в университете. Итак, вы поняли? Если мы поступаем в престижный вуз, выбираем один и оставляем окошко 2-3 закрытым. И просто при желании, если вы боитесь отправлять одну анкету, вы создаете новую по типу ВИ. Program category type B. Это значит, что вы будете участвовать в конкурсе от ВУЗа. Это значит, что при заполнении анкеты вам нужно выбрать всего лишь один ВУЗ и написать его agency number. Например, вы хотите поступать в Джодианский университет. Вы пишете Джодианский университет, agency number, и он предоставит вам номер, который вам нужно будет вставить в анкету. При получении стипендии типа B вам нужно выбрать один университет. Одна анкета, один университет. Анкета на самом деле не вызывает никаких трудностей при заполнении. Вам нужно будет заполнить место проживания, свои контактные данные, где вы учились, где вы работали, ваши родители, ваши контакты в Китае, если можно с кем-то связаться. Например, у вас есть друзья, супруг, коллега, начальник и так далее. Как мы делали? Конечно, когда мы первый раз ехали в Китай, у нас никого не было знакомых. Мы просто находили в интернете какой-нибудь номер, просто в поисковике. Любое просто рандомное имя и какой-нибудь номер из интернета. Обычно это никто не проверяет. Третий шаг. После заполнения анкеты вам нужно будет подклепить в осканированном виде пакет документов. Первый документ. Нотариально заверенный перевод диплома об окончании высшего учебного заведения. Либо нотариально заверенный перевод выписки с оценками за последний семестр. Второе это study plan. Что это такое? Если вы подаетесь на языковые курсы, вам нужно будет написать, учили ли вы китайский до этого раньше, почему вы изучаете китайский, либо почему вы хотите изучать китайский, что еще вы хотите посмотреть в Китае, что вам интересно в китайской культуре. Если вы собираетесь поступать на магистратуру, либо докторантуру, либо даже в бакалавриат, вам нужно будет написать примерный план вашего исследования в Китае. Поэтому не забудьте написать про свои достижения, как и в общем и целом, по жизни, также свои достижения в китайском языке, либо в другом иностранном языке. Также можете приложить, написать свой опыт путешествий, либо же какой-то свой прошлый исследовательский опыт. Следующий документ это медицинская справка. На сайте представлен образец справки на китайском и на английском языке. Для вашего удобства я предложила для вас ту же самую справку на китайском и на русском языке. Она подходит, я уже два раза отправляла такую справку и два раза получала стипендию. Итак, не забудьте поставить печать больницы на этой справке, потому что некоторые забывают про это. Сертификат об уровне языка. Если вы поступаете на специальность, на которую будете обучаться на китайском языке, то нужно приложить HSK-3 для языковых курсов, HSK-5 для магистратуры или докторантуры. Вам нужно будет подготовить рекомендательные письма от двух профессоров, либо же ваших начальников. Для меня писали два рекомендательных письма мои профессоры, граждане Китайской Народной Республики, которые работают в моем университете, который я закончила в Беларуси. Они писали о том, как мне интересно все то, что связано с Китаем, как хорошо мне дается исследовательская работа, как хорошо и старательно я изучаю китайский язык. В некоторых вузах является обязательно предоставление pre-admission letter. Внимание, если вы поступаете на докторантуру, для вас это обязательно условие. Например, когда я подавала свои документы в Джодианский университет, они потребовали от меня pre-admission letter. Что это значит? Это значит, что я должна была заранее связаться с профессором той специальности, на которой я собираюсь учиться, рассказать ему о себе, рассказать ему о том, что я собираюсь исследовать. И уже на фоне этого он писал какое-то свое рекомендательное письмо, которое он отправлял мне. И потом я отправляла его уже в университет. Так, понятно. Но, если вдруг у вас получится получить такое письмо, даже если вам оно и не необходимо, то это будет только плюсом. Четвертый шаг. Отправить документы по почте. Так, давайте перечислим, что нужно отправить. Анкету. Не забудьте расписаться в конце анкеты и поставить дату. Оригиналы Study Plan. Оригиналы двух рекомендательных писем от профессора. Копии вашего языкового сертификата HSK, LTC, TOEFL либо какого-либо другого. Копию медицинской справки. Оригинал, распечатанный оригинал Pre-Admission Letter. Пятый шаг. Просто сидеть и ждать заветного письма. Также рекомендуется написать университету, допустим, после двух-трех недель после отправки вашего письма, получили ли они ваши документы и как идет процесс. Есть ли у вас шанс получить стипендию в CSC? Кстати, о том, если вы, например, не проходите на стипендию в CSC, они могут вам оповестись заранее, например, предложив какую-либо другую стипендию, например, стипендию провинций, либо городскую стипендию, стипендию университета, разных стипендий. Могут быть какие-либо ограничения, например, вам нужно будет самому платить за общежитие, либо же ваша стипендия будет меньше, например, не 3 тысячи, а 2, либо же 1500, 1000 и так далее. Но это тоже неплохой вариант, согласитесь? Регистрация на сайте начинается где-то с февраля, конца января и заканчивается где-то в апреле. Поэтому я рекомендую вам начать собирать ваши рекомендательные письма, медицинскую справку и так далее где-то в середине января, чтобы успеть, чтобы в середине февраля был собран полный пакет документов вместе с анкетой, и вы смогли отправить его в университет. И еще перед тем, как отправлять документы, проверьте на сайте университета сроки рассмотрения заявок, потому что сроки заявок могут очень сильно варьироваться. Например, когда я отправляла документы в Чжитянский университет, подача документов у них заканчивалась в конце марта. Когда я отправляла документы на день Ному University, подача у них заканчивалась в конце апреля. Маленькие лавхаки. Вот это поворот! Если вы подаетесь на стипендию CSC, то старайтесь подаваться только на стипендию CSC. Не нужно подаваться в то же время на стипендию Конфуция, на правительственную стипендию. Китайское правительство это не любит вообще. Если вы хотите податься только не в один вуз, а, допустим, в пять, либо даже десять, создавайте новые аккаунты на сайте Study in China. Каждый новый аккаунт это новый шанс получить стипендию. И для каждого аккаунта нужен новый email. Это все. В прошлом году были случаи, когда ребятам на email приходили такие письма. О, поздравляем! Вы получили грант на обучение в Китае, но вам нужно прислать десять тысяч юаней депозита для того, чтобы доказать свои серьезные намерения. Это все спам, ребята. Будьте внимательны, не отправляйте никаких денег. Есть какое-то количество университетов, которые требуют внести залог. То есть вы платите за то, чтобы вашу заявку рассмотрели. Но стоимость такой заявки четыреста юаней. Никакие не десять тысячи, не даже пять. Получение стипендии на обучение в Китае это очень даже реально. Я подавалась на стипендию два раза, два раза получила грант. Первый раз я подавалась на языковые курсы в Russian University of China. Это в Тиндао. Кстати, замечательный университет. Если вам бы хотелось посмотреть видео об этом университете, то пишите, пожалуйста, комментарий. Второй раз я получила грант на обучение магистратуре. Сейчас я учусь на первом курсе на Диндомо университет по специальности тележурналистика. Если вам интересно узнать об обучении магистратуре в Китае, тоже оставляйте в комментариях. Я хочу знать, что вам интересно. Поэтому у вас есть возможность получить стипендию в CSC. И пробуйте. Я в вас верю. А если у вас нету участки А5, но вы очень сильно хотите учиться в магистратуре в Китае, то рекомендую вам посмотреть мое видео «Как сдать очистки А5». Я уверена, после просмотра этого видео вы обязательно сдадите этот экзамен. Пока-пока. Не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии.